Хозяй, Христос, Сыне Божьей, Рассказы, Скорее Христос! Казаки – это не сословие, не народность, это состояние души. Они всегда работали на земле и держали оружие на готове, чтобы в любую минуту можно было постоять за родину. Видновское станичное казачье общество начало возрождаться с 2006 года. Традиционный весенний праздник нынешнего года приурочен уже к десятилетнему юбилею. В рамках мероприятия состоялся большой отчетно-перевыборный казачий круг, где на открытом голосовании казаки избрали нового атамана. Выбор – это такой обряд достаточно специфический, в нем участвуют только казаки, члены нашего общества. Соответственно, у нас тоже здесь некое подобие из казачьей демократии, все могут высказаться, предложить свою кандидатуру. И так, как сегодня случилось с Божьей помощью, что мне доверили нести это знамя нашего общества на два года вперед. Как и в прошлом году, праздник собрал большое количество людей. Приехавших не только весело провести время, но и познакомиться с бытом, обычаями и жизненным укладом казаков. Особой популярностью у детей и взрослых пользовался мастер-класс по метанию ножей и выставка оружия и ретроавтомобили времен Великой Отечественной войны. Все интересно, это очень даже, это вот надо развивать, это мероприятие. Мы первый раз на празднике с детьми, ну это как раз приурочено ко Дню Победы, и как бы истуки русского народа, православного народа, тут как бы вот и видно как раз вот машины, очень интересно посмотреть, вот эти, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Вот я читала на Ларском озере, много возили детей, людей, продукты. Ну, в общем, как бы интересно. По традиции на празднике состоялся обряд посвящения в казаки. Люду казаку! Люду! Казачьему роду! Казачьему роду! Три года Кирилл Волков мечтал стать казаком. И вот, наконец-то, мечта осуществилась. Терпи, казак! Атаманом будешь! Когда меня били плеткой, все говорили, что больно будет, но, оказывается, нет, это не больно. Мне понравилось ездить на лошади. Мне было это очень почетно. Кирилл уже полгода служит алтарником в храме Преображения Господня в поселке совхоза имени Ленина. В будущем он хочет стать священником. С трех лет он уже мечтает стать священником. С трех лет вот он грезит этим. А почему он так? Не знаю. Ну, он с прабабушкой, со старенькой нашей съездил на Видно. В Георгиевский храм начал ездить туда. Ему очень понравилось, как, наверное, свет падает в храме, как батюшки поют. Ступинское городское казачье общество и клуб боевого искусства кавалерии демонстрировали гостям праздника мастерство кавалерийской подготовки. Сложные трюки, великолепно исполненные элементы джигитовки, рубка шашкой лозы и бутылок на скаку из земли – все это действительно завораживало абсолютно всех присутствующих. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.